Ваше мнение, кого больше, как вы проходите? Мне кажется, это сократно ответил на этот вопрос. Мне пришла женщина и сказала, что у меня сын пьет, дебоширит и все остальное. Все, что плохое в нем расстроится, все хорошее тоже. То есть, все то, что человек есть, оно раскрывается. А что касается, допустим, общества, негатива, например, то, опять-таки, мне кажется, настолько субъективно. То есть, провокация не может спровоцировать агрессию очень явно. Либо человек сам ищет провокацию, чтобы хочет сознательно спровоцировать. Сколько процентов ищущих провокаций? И сколько декабря стоит? К сожалению, мне кажется, таких как я, спокойно и позитивно становится все меньше. И растущее число провокаторов. Поп-капон. То есть, мне кажется, хотя с другой стороны, да? То есть, опять-таки, подобные, всякие подобные. Вот общаюсь с людьми, да, которые тоже там, ну, там, как ты говоришь, а с целью не проводил, некоторые делают, напишутся, там, зачем-то там. Я не иду в этот район, я не иду в этот хул, где есть провокация. Я не иду в этом нет. Некоторые сознательные. Вот очень трудно вот это процентное отношение к области. Тебе знаешь, ответственное мнение. День 1 на 90, 20 на 8, 30 на 7. Что-то оно с проблемой ответственностью. Я судил не сенсором, как все. Ну, вот я про это говорю, что процент больше растет, или 70 перемахнул. Ну, порядка, да, 70 процентов, наверное. Ответственность. А в то же время... Скажите, алкоголь для человека, это, короче, пройдет. Ты больше читать вопрос, нам будет. Человек не берет алкоголь, он становится голым. Техники на них, на самом деле. Скидут для одежды морально. На то же время. Снимается внутринитет. Да. А вот еще что-то это алкоголь. Сас, выпускаешь нас, да? Да туда? Да погоди-то им надо. Вот. Может быть еще, смотри, влияет ли, то есть, вот, в качество алкоголя на то его обнажение. Человек может, допустим, любить брашки, допустим, где разделена фраза. Либо он свет листый и развивание постепенно отношения. Я считаю, качество алкоголя не будет. Там, в качестве, что, смешно нет. Это не тот свет вызов? Нет. Я имею в проявлении человека, чего при алкоголе. То есть, если он, допустим, прежде всего, например, прежде всего, да? Вот если, грубо говоря, сейчас мы, допустим, против с тобой, ну, например, то есть изменилась бы наша, допустим, ну, не знаю, там, общение, это приятнее. Нет. Но мы в любом смысле не живем в материи. А вот, если ты платить, то все мы же не делаем. Ну, как говорится, то есть я учитывал. У меня, кстати, это практически, потому что для меня тоже не к празднику. Приходят к работе люди, да? Работают, да? Там люди, программы, какие-то там. Эти там. Эти там. Самое сложное, да? То есть свадьба. А самое сложное, как о свадьбе. Две стороны разные. Друг другу никто не знает. Эти друг другу не знают. Именно алкоголь. Хоть, ну, отъедись пока, извините. Да, мы нам сразу сидим. Даже не допустим. Может быть, каким-то, знаешь, там, ну, объединяющим фактором, да? Якобы. Вначале. А потом? Как Шила? Бог. Важно. Виталий. Нюх нет гро. ГодΣ, ты говоришь? Да, блин. Вы, знаете. Коées гро. Вitus 1h 2х Карлев. the кое- ماаเง000-4 banner. Нatorium. Я начинаю учитываю. Вы говорит؟ Я наzie. Учитываю, я мерз оказывается в эфире и слышно нас должно быть и снова вместе спустя неделю пошла идет общение у нас сергей федор и дима вместе с вами за жизнь общаемся культуру потребления в том числе разговариваем приветствую события комментарии факты добрый день дорогие друзья темнеет вечереет пора сказать у тех кто смотрит нас в онлайне кстати может давать вопросы мы на самом деле находимся в эфире здесь мы их увидим будем отвечать это будет интересно как добавить живости наше общение каждый раз хочет сказать о том что это полная импровизация нет никакого заготовленного сценария есть какие-то наметки есть какие-то ну на скидку темы одна из них это проблемы с контактом я думаю нас их не возникнет мы сейчас видно меня это мы отложим потом дали у нас темы есть воспитание мальчика девочки есть тема которую уже можно назвать постфактум это то что мы делали это субботники это выступление машина времени есть темы которые нас ждут это предстоящие жидко мопа же зерит башенами это французские группы которые приезжают на набережную том числе начала прошлом наверное что было в прошлом то есть у нас есть наконец таки фото и видеоотчет которые сегодня мы сможем посмотреть по крайней мере фотографии субботник да вспомним это было вы говорите в стакан федор вместо микрофона вместо микрофона ну а что и нет в нормального давай заходи вам давай присоединяйся пообщаемся в мастер тоже сегодня с нами чушь не без этого здрасте все собрались и общаемся задержка вот раз все произошло все происходит задержка бывает не только девушку давай вспомним на что было ну субботник это старая тема фото видеоотчеты можно сегодня увидеть в нашем эфире машина времени у нас был спор насколько придет людей то есть полиция говорила что будет биток потому что халява а я говорю что не нифига у нас отдачники и никто не придет в итоге по факту получилось но какая-то золотая оптимальная середина опасения полиции что будет избыток народа и она пыталась это предвосхитить виде повышенного количества забора металлоискателей и усиление чопа на мероприятие до такой степени что ко мне подходит начальник охраны и говорит а куда мне еще 20 человек поставить меня спрашивает держи в резерве но в итоге как бы было все оптимально подготовились к худшему варианту получился средний ну нормальный то есть пришло 10 там 15 тысяч человек 70 был семейный праздник то есть светило солнышко всем понравился вот если вот промышь проводили аналоги когда приехали норманштейн люди урок от волга когда был да и и кто-то вот был недоволен выступлением да то есть говорили вот что касается машины время машину время знают все поворот пили все хором это было именно семейный добрый такой праздник но было светло красиво после людей кстати на площади мусора не осталось это бабу могу сказать что впервые на площадь куйбышева качество озвучивания было идеальным потому что кто-то там не скупился на бюджет и были поставлены дополнительные порталы под названием долей 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 линии и даже у дома офицеров было идеально все слышно вот если мы говорим там о прошлом впереди ты говоришь вот приезжает французская группа какая то есть это что за группа куда она приезжает когда это будет почему ты урочен вообще после завтра на ладье группа депортива из франции 21 вот кстати надо спросить вову он лучше знает эту группу действительно изначально общение происходило со мной потом мы передали проект компанию алип по этой группе парни молодцы играет классную музыку вот я вот опередил мой вопрос вот по сути да вот так если разобраться вот по бизнесу немножко вы конкурента да из группы алик чуть-чуть да и вы его мастер у вас ведь тоже 21 числа будет событием карпес для масштабное событие фестиваль автомобильных культур автозвука гонки почему он становится таким брендовым да вот вот третий фестиваль мне посчастливилось имел честь работать на предыдущих двух проводил там вечеринки в эту ночь был очень приятного панера там все это было он нас тут становится настолько масштабным большим вот чем фишка почему вот некоторые до фестивали там умирает на корню а это прям пошел в гору и огромное количество людей например грушинский фестиваль но почему он популярность приобретает вот здесь можно больше находиться несколько дней жить там в палатках там очень широкий сперт спектр развлечений да это драк рейсинг дрифт автозвук что-то там еще тюнинг какой-то там обклейка не обклейка и сопутствующие товары то есть все что связано с автомобилем так как автомобили гоночные молодежной до тематика молодежи хочется там повеселить там отдохнуть да там же и опаны и какие-то выступления модных коллективов групп что вот в этом году ожидает потому что с каждым разным все больше и больше набирается в этом в этом году значит как всегда по традиции павлик наркоман с проектом комедоз значит потом steam axel диджей рига в субботу будет ночью играть диджей риг всем известный сначала когда старт и здесь так называемое там официально открытия например вечером это будет или какого числа я думаю что в пятницу с утра уже можно будет здесь и заезжать и располагаться там ставить какие-то лагеря а старт старт там наверно будет какой-то перечень или как это называется тайминг мероприятия все люди могут познакомиться мы начинаем с пятницы утра самого раннего кто как не был федор ни разу нет не был услышал нет желания звук звук был слышен я не расслышал об этом фестивале тем более он рекламируется очень нехило то есть по городу висят баннеры я не считаю себя конкурентом вовы я считаю нас партнерами мы всегда находим общий язык и к этому я стремлюсь и хочу привести все наше сообщество в россии и именно мы с володей показываем наверное какой-то вот задел пример и так и надо вести то есть мы не конкуренты мы партнеры и вот после этого друзья мои самое время перейти на маленькую небольшую но качественную рекламу после чего встретимся и продолжим снова в следующий раз Субтитры сделал DimaTorzok 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 совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения. Авторство этой инициативы принадлежит Верховному суду. Инициатива сформулирована в проекте постановления Верховного суда, которое было обнародовано в пятницу. Между тем, Госдума в пятницу приняла в первом чтении законопроект, согласно которому опьянение является обстоятельством, отягощающим уголовное наказание. Как они будут узнавать, что это человек в преступлении? Он будет приходить, «Здравствуйте, у меня справочка, я по пьянке набедокурил, не пускайте меня». Первый момент. Второй момент. То есть алкоголь не запрещен, мы уже говорили об этом. Это тот момент, который существует уже на протяжении, я не знаю, всегда тысячелетий огромных количеств времени. Как это может быть изменить? Что это происходит? Это некое сумасбродство, некая иллюзия того, что это можно делать. И как это будет осуществляться? Принят закон о курении 1 июня. Что изменилось? Ничего. Ничего. Я иду, до сих пор вижу. Вот ты, Владимир, куришь? И я не курю. Два человека курят, два человека не курят. Мне до сих пор возникает желание как-то обратить внимание. Сделать замечание. То есть, например, когда это происходит после закона. Мер своей воспитывательной природной. Да. Но существует же в Москве, мы уже говорили об этом, там, СтопХам, да, который там, ну, стикеры там клеит на машины. То здесь ничего не меняется. То же самое с алкоголем. Кстати, что касается алкоголя, мы тоже хотели с тобой сегодня проговорить, потому что алкоголь обнажает людей. Вот ты спрашиваешь, как это все будут контролировать. Тут вот пишут, что, во-первых... Бросайте сигарету, Сергей. Во-первых, алкоголь у нас является незапрещенным, поэтому ты в любом случае можешь выпить. Другой вопрос, что вот могут установить какие-то чипы этим людям. Или же... Как это вообще? Или же у всех... Мозкотестра. Или же у всех будут проверять документы на входе. То есть, ну, это совсем, мне кажется, ерунда. Это бред вообще. И как бы вот тут тоже эксперт пишет, то, что говорят, тогда надо им запретить продавать алкоголь в магазинах, потому что бытовое пьянство и преступления, связанные с бытовым пьянством, драки, убийства, гораздо больше, чем преступления, совершенные в состоянии алкогольного отменения в барах и ресторанах. Об этом и речь. То, что бытовуха... Какая глупость? Об этом и речь. Нет, об этом и речь. То, что бытовуха может быть гораздо опаснее и сильнее, нежели чем вот то, что вот тут написано. Тут, по крайней мере, охрана там или еще что-то. И опять-таки, да, на самом деле это зависит не от принятых законов, а от человека. Мы вот с Федором говорили перед началом программы, что алкоголь по-разному влияет на людей. Был соцопрос, индивидуальный от Федора, который сделал некие такие вот... Такая статистика. От десяти до двадцати процентов населения, ну, скажем, города или страны позитивны в состоянии алкогольного опьянения. А остальные, то есть большинство, негативны. Почему? Пословицы и поговорки русские говорят вообще обо всем, это та же эзотерика. Что у пьяного на языке, это у трезвого на уме. Или наоборот. Получается такая ситуация, что выпивший человек снимает как бы одежду и становится голым, или точнее тем, кем он есть на самом деле. И получается большинство людей, ну, можно сказать, гнилые, негативные, опасные для общества по пьяни. Потому что они раздеты, они становятся теми, кто они есть на самом деле. Самое интересное, что в той же Европе этот процент другой, может быть, полностью противоположный. Поэтому там вот эта проблема у страны не стоит, а у нас стоит. И это вполне естественно, потому что Россия, ну, в каком-то известном смысле отсталая страна в плане развития менталитета. Ну, мы же собрались изменить этот менталитет. Послушай, я тоже дала вопрос. Есть человек, который не очень много пьет, да? Вот для тебя, да, вот человек, который выпивает, да, то есть ты видишь его проявление. У тебя вызывает это вот какую-то взаимную, я не знаю, агрессию, неприятие, то есть или полностью равнодушие? Ну, все зависит от человека. Если он нормально себя ведет, он, естественно, не вызывает никакого неприятности. 10% таких. А если выпивший, конечно, не очень приятно с ним. Ты согласен вот со статистикой, которую сейчас Федор привел, то, что на самом деле большинство людей очень агрессивные, негативные в состоянии алкогольного опения? Такие места не ходить. Вот. И если какое-то окружение у меня есть, с которым я общаюсь, то они практически все не пьют и не курят. То есть я на концерты, где там алкоголь, да, во имя алкоголя все, или я не знаю, во имя чего, ну, не посещаю их практически. И места типа, где вот это все происходит, в бары там или что, тоже не посещаю, поэтому он огражден от этого. Ну вот мы говорили о том, что на самом деле получается так, что эта агрессия может быть спровоцирована и может быть спровоцирована тем местом, куда он идет. Если он, представляешь, вот он выпил, например, алкоголь и пошел, да, а тут выставка цветов в Голландии, да, в Амстердаме где-нибудь там красиво. У него никакой агрессии, окружение рядом, никто не быкует, там его не дергает. А пошел он, не буду говорить, куда, в ночной клуб на буковку П, на Н заканчивается, бывший клуб, полигон, вот, то там и словишь на раз, два, три, раньше, по крайней мере, и радости не будет, и будешь агрессивным по неволе, только и жди там все остальное. Может, это от этого зависит? Речь-то вообще не об этом, речь о том, что человек, допустим, совершил какое-то правонарушение, ну, там, подрался, например, с кем-то, да, там, он отсидел свой закон. Почему? Для чего он делается наказание? Для того, чтобы человек свое наказание отбыл, и он должен рассчитывать на доверие. А зачем ему чморить тогда? На доверие, потому что он хочет исправиться, а тут ему, представляешь, он, то есть, ну, свою ошибку понял, там, да. И его всю жизнь гнобить после этого, что он накосячил? Да, вот видишь, в чем дело, он вроде как должен, ну, извините, пожалуйста, я там все хочу вернуться в нормальной жизни, а тут ему запрещают ходить в бары, рестораны, видишь, в чем? С другой стороны, речь идет о людях, которые, там, на самом деле, рецидивисты, то есть, ты сидишь в ресторане, а там рядом с тобой сидит еще группа компаний на колках все, и сидят, тебе неприятно, там, что они там себя ведут, неправильно дерутся. Вот как в этом моменте будет? Ну, я считаю, даже если закон вести, как это его реализовать, это нереально. Реализовать нереально, бары, рестораны здесь неуместные, аэропорт, да, там, там что-то можно, там, налоги не заплатил, там, алименты. Дело в том, что человек, который по пьяни накосячил, он всю жизнь будет по пьяни косячить, косячить, потому что об этом говорит эзотерика, потому что голое тело, оно не меняется, как бы, вот, своими недостатками в течение жизни. Я с тобой не согласен, да. Маленький процент людей, которые могут измениться в своем поведении, я знаю несколько ярких примеров, которые... Только один вариант, бросить пить. Да, которые не пьют или для себя, что... Но это надо, как бы, достаточно большое духовное развитие иметь, чтобы понять это и избрать другой путь для себя. Послушайте, ну, может быть, все-таки, да, вот, Сергей, ты поддержишь меня или будешь опровергать? И Федор почему-то сказал против. Может быть, и влияет качество алкоголя тоже. Да, почему? Подожди, вот ты в Европе, да, то есть, вот я был во Франции, например, да, они пьют вино. Они не пьют крепкие напитки, ну, пьют, там, кальвадос, там, все остальное. Вот, но, может быть, это тоже влияет? А у нас там, допустим, синюшки какой-то натрескался левый, да, у тебя глаза от сивухи закатились, ты агрессируешь. Может быть, это тоже влияет? Сергей? Соглашусь с тобой, да, влияет, даже стой за по себе. То есть, это, то есть, вот, вот, пьешь, например, пиво, да, то есть, или, вот, там, сидор, например, вот, мы прям, например, да, то есть, мы, то есть, там, не агрессируем. А если это будет, я не знаю, там, самогонка, водка, там, или еще что-то, недолжного качества, это может изменить? Я считаю, что качество алкоголя на раздетость не влияет, потому что одежда есть одежда, тело есть тело. Неважно, каким способом снята одежда, каким алкоголем. Дело в том, что в Европе, в той же Франции, есть многотысячный опыт для населения алкогольного потребления, алкогольной культуры. Да, я видел график, где-то в интернете есть, можно найти, наверное, график потребления алкоголя в России. Он такой уникальный, вообще просто. Неужели там есть график? То есть, оказывается, на 17-й год потребление алкоголя в России было минимальным. На 1917-й год. То есть, он скачет постоянно. И где-то там, сейчас он растет. Эта графика растет. Федор, исторические факты, которые вы привели, мне кажется, не созвучны то, что мы сейчас проговорили. 17-й год корни изменил историю человечества вообще. До 17-го года, я извиняюсь, продавали кокаин в аптеках, да? И не было большевиков, и не было такого вот... Вот, это был прокоголь, да? Вот он, да? График. Да, но вот, я не понимаю, какие здесь объемы? При царе потребления алкоголя были минимальные. Вот, я смотрю, 17-й, 20-й год минимум. То есть, вообще никто не пил. И потом понеслось. По нарастающей... После 17-го, да, понеслось? После 17-го, нет, извиняюсь, после 20-го, там, 24-го, 25-го года понеслось. И рост был, и до сих пор идет, но был еще спад, сухой закон, 80-й какой-то, там, пятый год. Уверены ли вы, что... Сейчас график зашкаливает, то есть, даже за границей. График зашкаливает. То есть, если раньше было, там, я не пойму, что это за единицы, но, просто говорю, 2, грубо говоря, литра потребления, сейчас 28. Ну, о чем это говорит? О том, что пьют все. Все пьют? У нас комментарий, кстати, на Твич ТВ от пользователей Месси. Всем привет, хватит пить, курить, давайте жить осознанно. Золотые слова. А если пить осознанно? Я говорю, вы не дико пить. Да. Вы не дико пить. Послушай, ну, если мы говорим, да, вот, подожди, алкоголь там снимает какие-то границы, ты говоришь. А если вот была бы культура питья, культура потребления, вот как в Европе, возможно? Для того, чтобы культура влияла, нужно много лет, там, 100, 200, как во Франции. А у нас нет такого. У нас нет... Благодаря большевикам. Потому что, я вот читал историю, мне интересовало, почему развитие баров так у нас замедленно. Потому что большевики в 17-м году, то есть пить, там, рестораны, кабаки, там, это все, это, считалось, ну, буржуазии, то есть, это не нужно было. Они стали запрещать. Хотя, вот, смотрите, график, то же самое, там, до 17-го года, в принципе, потребляли тоже немного. Мизер, мизер. У нас была культура потребления, и не только, то есть, в барах, и в заведениях, и в питейных каких-то, да, вот, всех этих местах, но вспомните, как это было, классика, преображенский профессор, да, то есть, закусываете, пейте, все остальное, то есть, все вот, как бы, некая эстетика. Ее нету? Или есть, Сергей? Ну, она появится, я думаю, потому что мы странами... Ну, вот вы скажите, Сергей, да, вы имеете отношение к алкоголю не понаслышке. Вот есть эстетика питья, либо у нас люди просто порят, и все. Эстетики нет, но она начинает развиваться. Как она начинает развиваться? Ну, люди начинают понимать немножко, что они пьют, и уже становится интересно, почему они это пьют, для чего это нужно. Потому что вот в 90-х, когда, кстати, было, развивались рестораны, бары, то есть, не было, во-первых, профессиональных работ сотрудников никаких, потому что у нас не было этих институтов. То есть, не готовили ни барменов, ну, не было, потому что у нас не было ни бар, были просто там, ну, буфеты, помните, ну, вы знаете. Вот, а в 90-х пили все подряд, пили и к 100 литрами коньяк 20-летней выдержки, пили так, просто закупали. И спирт. И спирт, тоже. Мешая его с кока-колой, то есть, всем был барабан, потому что было очень много денег, и все пили. И только то есть, то же самое, там, мартини, то есть, никто не знает, не догадывается, что это коктейль, на самом деле, очень старый. Все думают, что это вермут-мартини, сладкий, там, налитый в рюмку с льдом, там, и с этой оливкой. То есть, это все равно, что, я же говорю, это все равно, что огурцом мед соленым сточить. Ну, мы, вот мы здесь, вот мы сидим втроем, мы можем эту культуру потребления развить. Я не закончил немножко мысли. Сейчас люди уже обникать начинают, то есть, после того, как вот были бума-коктейли, барменный флэринг, то есть, сначала был флэринг-шоу, то есть, это было интересно. Сейчас людям все это надоело, люди начинают понимать, почему они пьют, почему они пьют это пиво. Они начинают спрашивать, разбираться, какой виски есть, какой там шотландский, а почему такой. То есть, людям становится интересно. Мы в своей школе, барменный, я, когда мы учим ребят, мы говорим о том, что, поймите, мы там на вас не наживаем, ничего. Нам очень важна культура потребления именно алкоголя. Не просто приготовить коктейль, забрать сюда эти деньги, да, и все, и забыть. Мы им говорим, ребята, объясняйте людям, как правильно пить, чтобы им было интересно с вами работать. Потому что, ну, что это такое, ну, пришел там, напил, попил, пиздаково ушел. Но гораздо же интереснее правильно заказать какой-то коктейль, послушать историю о нем, об этом коктейле, понять, почему сейчас первым его нужно выпить, на какой алкоголь правильно, там, физиологически переходить после этого коктейля. И может быть. Мы можем. Если мы сейчас об этом говорим, все равно какой-то будет резонанс. И может быть, если человек пьет правильно, Федор, то есть, может быть, вот это вот обнажение, о котором ты сказал, не будет таким явным, и вот агрессия пропадет? Все равно будет. Потому что неважно, как пить, нужно сто лет пить в какой-либо стране, чтобы появилась культура. Но дело не в культуре даже. Дело в привычке населения данной страны, данной области, данного континента к чему-либо. Например, к молоку или, там, к вину или просто к алкоголю. Например, оказывается, что европейцы, употребляя молоко, приучили свой организм его расщеплять. И молоко европейцу вред не наносит. А азиатам, например, китайцам, или, точнее, большинству населения планеты молоко наносит вред. Мы европейцы, мы привыкли. Хотя лично я молоко не пью, потому что только вторичные молочные продукты, то есть кефир, сыр и подобные продукты полезны. А со всем остальным организмом приходится бороться. То есть молоко расщепляется только в грудном возрасте, до трех лет, а потом оно вредно. Ну вот завершая тему алкоголя, вот сейчас немножко все-таки подытожим, да? Получается, у нас принят закон, пытаются его принять, да? То есть это все... Верховный суд вынес такое. Вынес, да, с предложения. То есть я думаю, что это просто вот такое вот, я не знаю, замешательство в какой-то вот на летних каникулах. Самосбродный, просто перегрелись, как сегодня вот кто-то человек слушал много телефонных звонков, перегрелся, голова болит и что-то происходит. Поэтому все это как бы в прошлом. Что касается пива, да, вот мы сейчас немножечко, то есть чего уж там стесняться, тоже иногда же там его пьем. Вот существуют, да, вот некие мифы. То есть, можно их сразу обозначу? Первое, это женские гормоны у человека проявляются, раз. Второе, это поправляешься. Гормоны это пузо, сиськи. Это, наверное, не женские гормоны, просто поменьше пива пить. Вот, второй момент, второй момент, по поводу поменьше, по поводу пить. Вспоминая, да, то есть там, года молодости, когда брали там канистрами пива, объемами большими, то есть, да, то есть сейчас почему-то там уже не так. Раньше брали большими объемами, потому что был дефицит, потому что если ты сейчас не возьмешь, потом не попьешь. То есть там выезжала машина с утра от Жигулевского пивзавода, и за ней веренится автомобиль, и неизвестно, куда она поедет, там, может, в отрадный, может, не в отрадный, чтобы там это пиво купить. Поэтому брали канистрами, там чуть ли не в карманы во все наливали, чтобы взять. Потому что был у нас только Жигулевский пивзавод, и все. Не было никакого, ни бутылочного. А сейчас почему беру? Да потому что сейчас выпьем двушечку, пойдем еще возьмем двушечку. Она на каждом углу. Про пиво. Я считаю, что наше Жигулевское пиво, возможно, я это говорил, единственное пиво на земле Самарского Жигулевского завода, который сохранил старинную технологию. В Европе нигде нет такой технологии, потому что европейцы развиваются быстрее нас, и это им вредит. А как же бельгийские, немецкие, которые... Все попробуем. Все, все попробовал. Везде, во всей Европе попробовал. Задница полная. А в чем смысл? В чем изменилась технология? Технология в Европе такая же, как на Балтике. То есть Эрзац-технология убыстренная. Деньги нужны всем, в том числе и пивоварам. Поэтому они торопят процесс, чтобы получить больше денег. А как же все эти пивные фестивали, которые устраиваются там? Это навязывание. Навязывание. Да, но... Негативный некий, да. Нет в Европе пива настоящего. По двум причинам. Первое, что в той же Чехии, например, нет воды живой, как у нас в Волге. А во-вторых, все технологии Эрзац, то есть убыстренные. Ну, грубо говоря, с порошка пива. Во всей Европе. Попробовал все. Бельгийское, чешское, немецкое, то есть баварское, потому что баварское пиво вообще участвует в конкурсе. Ну, нет, нет. Жигулевское. Единственное пиво на земле, где 100-летние технологии используются. Пока они хотят закупить технологии, там, типа Балтики, чтобы больше денег заработать, это будет через год, через два, и мы потеряем пиво вообще во всем мире. Благодаря какие-то устраивают петиции, потому что потерять такую достопримечательность для города, это... Совсем недавно говорили. Это большая часть. Мне не нравится это развитие технологий, всего этого. Оно должно быть в меру, понимаете, мне кажется, цивилизация, потому что, ну, зачем такие вещи терять, это же хорошо. Нет, это казалось бы, но цивилизация синоним самоубийства, поэтому люди в цивилизованных обществах, странах делают все, чтобы себя погубить. Ну, реклама, наверное, после этого, друзья мои. Вот после этого точно реклама должна быть, прямо на секундочку хотя бы, чтобы не погубить себя. Добавиловичи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 это друзья по-прежнему эфире здесь сегодня мы общаемся говорим о разных интересных вещах которые происходят прямо здесь сейчас может быть были послата может быть впереди актуальные новости тоже нас имеет место быть громыхают в мирное время снаряды громыхают полыхают этот человек который олицетворял а лиц олицетворял собой героя васька чапаев названы в честь его город сейчас находится под артиллерийскими накатами и канонадами о чем идет речь ну те кто не знаете кто смотрит нас где-то в север север северодвинске для вас новость взорвался чапаевск чё там взорвался а он там есть вчера в 7 часов вечера в чапаевске на приволжском испытательном полигоне где хранятся по разным данным от 10 с половиной до 18 миллионов единиц боезапасов начались взрывы по официальным данным предварительная причина нарушение техники безопасности очевидцы сообщили что все произошло внезапно около семи вечера 18 июня раздался первый взрыв такой силы что как рассказывают жители поселка титовка нам показалось цитата нам показалось что дом подскочил на месте конец цитаты затем раздались небольшим перерывом еще два сильных взрыв до первого взрыва слышу глухое гудение из-под земли вот такие вот новости я это видел по телевизору при том по разным каналам по разным каналам разные подачи по самым-самым центральным как бы все обтекаемо там главное мчс повысил норму безопасности в пять раз после того как вы повысили там в 10 раз и там подобное были пострадавшие но все живы и слава богу обратилась в больницу насколько помню там человек девять десять то есть ну как бы все нормально с одной стороны бывало и хуже с другой стороны давайте посмотрим на это там утилизировали снаряды или патроны начать деньги но возможно на деньги америки как это было не раз нашей истории и похоже что решили пятилетку за за один час или за одну ночь все это было бы хорошо если бы не маленькая но промекнула фраза может быть я слышал может быть нет опасность возникновения химического заражения снаряды бывают разные химические в том числе чипаевск от самары недалече и ежели ветерек махнет на нас ветерек махнет на нас то будет не радостно совсем ежели такое будет я считаю что химические заряды нейтрализовали еще на деньги америки лет десять там 15 назад речь шла насколько я знаю там от 30 миллиметровых там снарядах для пушек патронов для пушек до реактивных снарядов не управляемых там делу не дошло то есть они были в отдельно там бункере не знаю складе поэтому ну чипаевск всегда отличался своей атмосферой я думаю там гораздо лучше даже после этих взрывов чем новакуйбышский у которого там под землей многогодовой запас бензина просто в почве вот смотрите я читаю новость на маяке на странице радио маяк 1509 связи с сильными порывами ветра на полигоне в чапаевске сам самарской области возобновились взрывы участились участилась и их периодичность об этом интерфаксу сообщили в областном мчс по словам собеседника агентства сегодня утром был период когда взрывы прекратились вообще затем они слышались примерно раз в час сейчас их периодичность составляет один-два раза в пять минут пипец и фигасе салютик я сегодня с утра когда услышал парад за эту новость позвонил сегодня приезжает парень как раз чипаевского позвони ему знаю как дела я вообще сплю это не в городе где-то за городом происходит спокойно все вроде как видите есть но и что один человек пострадал разнорабочий который во время взрывов на курил не укрылся укрылся где-то его завалило вот это но эта информация сейчас проверяется вообще есть пострадавшие 10 человек госпитализированы шесть половин тысяч человек были эвакуированы сейчас он меркушкин объявлял сейчас там все нормально все убирают им уже можно посмотреть что с их домами но сам факт то что ничего не изменилось позитивного прогноза нет канонада по-прежнему самое громыхает продолжается вот давайте еще одну новость обсудим новость то что касается нас непосредственно в некоторой степени если мы тут сейчас вот ненавязчиво споем песню трое и скажем что эта песня придумана только что вот то нам ее могут запретить я сейчас утрирую чтобы и у нас ее кто-то взял и что это будет происходить до борьбы с интернет пиратством то есть раньше грубо говоря отвечали за нелегальный контент пользователь теперь отвечает интернет ресурсом павел дуру 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 уже начал удалять свои там то есть нелегальные в контакте совсем естественно в контакте контакте там происходит машетший сумасшедший дом ты лично переживаешь по этому поводу и лично вот что так как и как есть я не особо любитель там сидеть в интернете ты решила мелодию без денег мне кажется это вопрос нужно адресовать диджеем вот и как это задает это не только касается аудиозаписи это касается и фильмов понимаешь я тебе могу сказать я тебе могу сказать то что я в контакт заходил только для того чтобы найти какую-то песню которую не могу найти в интернете например скачать ее или же посмотреть какой-то фильм онлайн теперь всего этого не будет что я буду делать контакте я не представляю в связи с этим все пользователи в контакте то же самое говорят то есть чем там будем делать надо все возвращать назад но это не претензии не контакту во первых госдуме с их законом а я считаю что все эти контенты такие как аудиотреки там фильмы не имеют реальной ценности потому что по сравнению с главными ценностями а это вечная душа это все ничто до душа имеет только зрение и не имеет слуха но мое личное мнение что и фильмы ничему не учат это всего лишь сказки с лишь мультики которые оторваны от жизни которые на самом деле не нужны а вы как считаете я напоминаю к нам подсоединилась александра диджей который здесь у нас сегодня пора дать нас музыка нет или завтра сегодня пожалуй нет вот ты включила все еще происходит возникли ограничения на законодательном уровне на скачивание бесплатно треков аудиотреков и видеофильмов вас это не тревожит качаешь эту музыку бесплатно может быть и стала расстраиваться как диджакей в принципе я согласна что уже давным давно пора было бы это уже запретить что касается видеофильмов кстати вот тут я негодую мое негодование очень и очень велико я считаю что любые художественные фильмы мы они говорим правильно не имеют реальной ценности больше чем какая-то книжка произведение рассказ сказка не имеют потому что ничему не учат потому что все режиссеры не эзотерики они понимают что не хотят показать они хотят показать свое мнение но далеко от истины или code библии далеко от эзотерики и практической ценности ни один художественный фильм не имеет, кроме как «Убить время». Ну, скорее всего, но не «Убить время». Арт-хаусное кино. «Убить Билла 2» еще. Только «Убить время». Нет других вариантов для использования художественных фильмов. А как же арт-хаусное кино? Давайте спросим, какие фильмы он любит. Александр, может быть, сейчас вы обобщаете, Федор, и все гораздо иначе? Я говорю про большинство населения планеты. А Саша, не большинство, оно индивидуальное. Я вижу. Индивидуальное? Нет, что касается фильмов, я очень люблю арт-хаусы, и мне, например, нравится «Ларс фон Триер», и если я не смогу скачать какой-то его фильм, хотя я и так не могу скачать его фильм, потому что технические причины и все остальное, но, в общем-то... Да мы же прямо сейчас скачаем в прямом эфире, тебе арт-хаус на фильм, скажи кого, и будем смотреть. Ну, вот, кстати, вот такие режиссеры, Федор, они, по сути, являются эсотериками, да, братья Коин, там, ну, что еще? Может быть, я очень плохо знаком с мировым кинематографом? Это не мировой кинематограф, вот именно. Скажите, хотя, в другой мировой уровень, вот что привлекает вас в творчество именно этого режиссера? Триера или Коинов? И Коинов не привлекает. Меня привлекает индивидуальность, то есть у каждого человека есть свой подход, естественно. И, естественно, это разные жанры, и каждый... Ну, а Зон — это вообще отдельная история. Вам знакомы с этим режиссером, которого мы называем Федором? — Нет. — Вот, поэтому речь идет, то есть, о тех фильмах, которые, по сути, являются изюминками в общем океане, вот, бескусицы. Согласитесь, да, Александр? — Ну, да. Но, что касается... Да, хожу. — Вы были в Ракурсе, Федор? — Нет, только в кадре. — В кадре? — Нет, ну, хорошо, это касается режиссура, я так понимаю. А что касается музыки, музыка, мне кажется, это вполне адекватное решение. Дело в том, что музыка — это звуковые колебания, они свойственны только для нашей планеты. А душа бессмертная и имеет доступ до любой точки планеты. И там музыка не котируется, потому что нет атмосферы, где распространяется эта музыка через колонки. Поэтому, на самом деле, музыка, то есть звуковые треки, аудиотреки — это неестественная ценность. Это вот как желание что-то поесть запрещенное. То есть неестественные ценности. — Давайте я стану защитой Александра, буду таким немножко оппонентом в данном контексте, потому что на данном этапе о бессмертии души мы рассуждаем теоретически. Вот когда мы ее встретим, и когда с ней будем путешествовать по планетам, тогда мы поймем. А сейчас, находясь в физической оболочке, мы невольно соприкасаемся со всеми проявлениями физическими. И поесть, пожрать любим 10 раз больше, и бухнуть неправильно, и поагрессировать, и раздеться, и в дыню дать кому-нибудь. Все это происходит. Как вы считаете? — Все это происходит. — Ну вот ты хороший дежакей. Вот для тебя музыка, что это? Вот есть такая фраза, да? Только гармония в музыке есть. Какую-то песню я слышал. Это на самом деле есть гармония в музыке? — Музыка для меня — это как и для режиссеров. Это выражение себя. То есть то, что мне нравится, и то, что я вижу, что люди слушают, это, в принципе, я и доношу. Если публика это принимает, то это мне нравится. Если мне это нравится, то я думаю, что... — Когда мы тебя можем послушать? — В скором времени. — Очень красивый ответ. — На нашей площадке? — Да? — Да? — Очень шикарно. Ну что, Сергей, давайте включайтесь. Вы не зря там зависали в ноутбуке, что-нибудь произошло, да? — Да нет, совсем ничего. — Просто вот так поджимал кнопочки и все. — У нас контролирует пошло. — Да. — А вот я сегодня видел по телевизору, там Г-20, что-то приняли какие-то общие решения, и по Сирии в том числе. И если я правильно понял, то Путин убедил всех, что Сирия не применяла химическое оружие, что ее не надо чморить. Что дальше будет, кто знает. — Мы вас в политику не вмешиваем, вы уж не волнуйтесь так сразу, не бойтесь. То есть после кинематографа... Вообще-то интересны вам какие-то политические моменты? Или вне политики вообще? — Вообще, конечно, политика мне интересна. Но вообще политика — это весьма такая сложная субстанция. именно субстанция. Поэтому я думаю, поговорить на тему музыки и на тему кинематографа как-то для меня немножко актуальнее. Политика — да, это каждый день, и можно поспорить. Но я думаю, что эти споры, они бесконечные в принципе. — Это муссирование одного и того же, и то есть... — Да, это не приводит абсолютно. — Что тебя удивляет вообще? — Меня сама жизнь обычно удивляет. Я не перестаю поражаться. — Это женская тема. — Что касается женской и мужской темы, мы об этом не проговорили. Давайте вспомним, да? — Отличие. Ты, 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 вот в аналогии вот Федора, то есть мы проговорили, горшочек на окне, цветочек. Цветочек, горшочки на окне. Правильно вы выражаете? — Нет, по-другому скажу, но своими словами. — С вами. — Ты понимаешь, что вы так говорите? — Чем отличаются мужчины от женщины? Они отличаются методом воспитания. Если говорить о трех-десятилетних детях, мальчик и девочке, то их можно сравнить следующим образом. Девочка — это цветочек в горшке на кухне, на подоконнике, а мальчик — это трава на газоне. Согласны? — Я не согласна. — Вот мне кажется, вот есть... — Это весьма такое обобщенное... — Саша вот оторва полная. Бегала по гаражам, прыгала с пацанами, то есть, да, с Тарзанкиной... — Да я знаю, эти ж... — Откуда? — Я тебя насквозь вижу. — Как? — Как побежал? — Фонтриру, показал мне. Все как полагается. — Уже. — То есть, да, то есть... — Ну, вообще, да. Ну, не то, чтобы я там была где-то газоном, где-то на окне. Меня поливали шпот, подожди, и все остальное. — Нет, ну, по крайней мере, гаражи были, и крыши были, и крыши высоток были, и было все в детстве. — И компания, то есть, как бы, да, такая, то есть, веселая и динамичная. — Это в зависимости от возраста. Когда-то была и веселая, и динамичная, когда-то более спокойная. Ну, когда девочка взрослеть, ей, наверное, хватит больше. — А как же вот это вот существует гипотеза прошлых жизней, реинкарнации? То есть, да, то есть, там, верить вообще в это? — Да. — Вот там была, там, в прошлой жизни, там, парнем, да-да, там, принцем, да, неважно, кем там, не имеет значения. — Газон. — Газон, да-да. — Может быть, это... — Я скажу. — Давайте. — Дело в том, что не надо плутать, там, газон или, там, кем. У души есть определенные ступени развития. То есть, наша оболочка всего лишь временная, пристанище души. У души есть многочисленные ступени развития. То есть, сначала в газоне цветочки, там, дереве, потом в животном, кошечка, собака, там, лев, не знаю, слон, потом женщина, а потом только мужчина. Вот мы с тобой, Дмитрий, можем стать женщиной в следующей жизни, только в одном случае. Если мы покончим жизнь самоубийством. Я тоже не хочу быть женщиной. — И того, и другого неохота. — Вот. Душа в теле мужчины — это этап развития. И мужчина и женщина очень сильно отличаются, они как кошка-собака, вот реально просто. Почему? Я провел исследование, воспитание разное. Вот, может быть, вы, Александра. — У меня просто интересно, как вас определить. — Ну, он спросил у 20 человек, что вы думаете? — Да, конечно. — Это исследование было вот таким. — Вот. И я сделал вывод, что почему мужчина и женщина не могут жить вместе более трех лет. И то в редком случае. Три года дается природой на то, чтобы влюбиться, это период влюбленности, зачать в любви и поставить буквально на ноги ребенка. Всего три года природа дала на это действия мужчине и женщине. А потом они расходятся, потому что они разные. Они не могут друг другом жить, потому что, во-первых, у них разное воспитание, разный уровень развития души и так далее. — Педор, вот то, что вы сейчас произнесли, это вот первый курс психологии госуниверситета, да? Существуют кризисы. Через год люди поженились, развелись. Почему они разуются через год? Второй курс, через три года. То, что вот они приходят. — Вот. — Через год, если они не влюбились, а через три года, если влюбились, но влюбленность прошла. Это природа. — Ну, значит... — А дальше как природа прописала? Как было в человеческой стае, в пещерном обществе, там, миллионы лет назад? То есть не было семьи, не было семей. — Зачем же мы делаем это сейчас? — Традиция и теория, теория семьи только от одного первоисточника, Фридриха Энгельса. Он написал, что причиной создания семьи была чисто экономической, потому что в человеческой стае, грубо говоря, возникла вдруг у руководителей, то есть у вождей, задача, кому передавать свое наследство. И каждый вождь хотел кровному ребенку. Поэтому возникла семья, чтобы муж думал, что дети его. — Это не я сейчас должен задать, это ты должна задать этот вопрос. Скажи нам. — А в человеческой стае дети были, грубо говоря, общие, потому что женщина сначала 3 года с этим, потом 3 года с этим, потом и так 10 раз. — Вот сейчас мы, наверное, увидим, чем отличается, в принципе, мужчина от женщины. Недавно совсем наблюдала такую картину. Шла совершенно такая парочка, где-то 75, возможно, было под 80. Они держались за руки, на ней была такая шляпка и такой смешной старичок. И, в общем, вот эта теория, которую сейчас мне рассказали, в общем, она передо мной рассыпалась в пух и прах. — Отвечу. — Это романтика. — Отвечу. — 5 лет романтика, да, вы считаете? — 5, 80, я не знаю, сколько они. — Дело в том, что... — Да хоть 100 лет, хоть 100 лет. Дело в том, что это исключение из правил. Это менее 10% в нашем обществе и в любом другом цивилизованном обществе. Вспомните какие-то американские фильмы. Папа приезжает забирать там у бывшей своей жены ребенка на выходные. У меня такая же ситуация, на самом деле. Но... Но-но-но, забыл мысль. — Но почему же тогда большинство людей вот именно хочет попасть в эти 10%? Почему эти фильмы? Почему эти сказки? Почему эти песни? Почему эти стихи адресованы на эти 10%? И остальные 90% якобы их слушают. — А потому что есть фильмы, есть сказки, и они как бы воздействуют. Это иллюзия, да. — А любовь куда делать? — А любовь, она проходит. Есть теория любви. — Очень интересно. — Краткая информация. — Сейчас мы опять сдаем эту теорию. — Есть любовь, это долговременное качество. И есть период влюбленности. Период влюбленности природой дан для зачатия и постановки ребенка на ноги на 3 года, не более. А дальше начинается любовь. Но любовь состоит из 4 пунктов. Первое. Можно ваш пальчик сгибать? Это взаимное уважение. Второе. Это привычка. Третье. Нет, секс на четвертом месте. Это взаимное уважение, привычка. Ну, ладно, забыла. И секс. — Вот этот пальчик оставили. Вот этот пальчик оставили. — Взаимное уважение, привычка. — Может быть, это на 5-м месте? — А, извиняюсь. Дружеские отношения. Дружеские отношения. Я могу сказать, что ни в одной семье, которые даже долго живут вместе, нет или чаще всего нет всех 4 категорий этих. Чаще всего долго живут люди, несколько, с одной стороны, ущербленных. — Ну, а что делать, если у человека близится вот этот трехлетний рубеж совместного брака? Начинаются ссоры, начинаются конфликты. То есть, если мы говорим, да, это же наука, это тезис, все остальное. — Это теория, официальная теория. — Это теория официальная. Она же говорит, если вы преодолеваете этот кризис, то следующие там еще... — Никто не преодолевает в количестве 90% — 99 даже процентов населения планеты. — То бишь, сейчас такой вот скептический прогноз. Если вы три года прожили, ждите конфликта и, может быть, расставания. — По-любому. — Потому что вот сейчас я как бы не обвинена никакими официальными отношениями, да, то есть ни семья, ни брак. То есть вот сейчас это прямая агитация того, чтобы ну нафиг мне это любовь, да вообще нафиг мне семья. В принципе, через три года это все пройдет, и, блин, а что делать дальше? Ну, пройдет, я останусь я одна с ребенком, без мужа. — Ну, ничего страшного, ничего страшного. — Ну, это, как сказать, ничего страшного для кого-то. Это очень страшно. Конечно, я такая независимая, анонсальная и все остальное. Это для меня не страшно. А вот для кого-то это страшно. — На самом деле, надо с первого класса преподавать, что это неизбежно, и надо к этому готовиться. — Это же какое-то пессимистическое совсем. — Нет, это действительность, на самом деле, если это в 99% случаев, какой пессимизм? Это жизнь. Это так же, как вот в лении алкоголя на организм, как в лении чеснока на организм. Ну, что стесняться-то вообще? — Сергей, вы согласны с этой теорией? — С какой теорией? То, что три года... — Три года, отношения живут три года. — Я не знаю. — Всякое разное бывает. — Конечно, я женатый человек. Люблю свою жену. — Да какая разница, сколько? — Знаю, столько люблю, но вообще не имеет отношения никакого. Да я не знаю, всякое разное бывает вообще-то. Это слишком глубоко, мне кажется. Какие у природы были идеи... Какие были идеи у природы, какие сейчас идеи у общества. — То есть у непьющих это больше, да, получается? Голос из зала. У непьющих, у некурящих это больше. — У непьющих свои энергии. — Так. — Проряжается, куда он направляется. Хотят три года, хотят. — Ну, вы знаете, вот давайте я вот как бы в завершение вот скажу сейчас. Да, закончим мысль. — Да, я могу привести пример из какого-то классического произведения. Не помню название и автора, но прям классика. Изба, Россия, мужик с бабой, живут 50 лет вместе, типа семья, типа счастливая. И прям очередной скандал. Мужик 60 лет или 70 лет, не знаю, гоняет за своей бабой с палкой по избе, пытается ее ударить со словами «Я тебе 50 лет говорю, не ставь швабру при входе». Вот так вот. Ну, какая это семья, какие-то дружеские отношения. Это женщина и мужчина. Нет, нет. Конечно, любовь зла, но нет, нет. — Вы знаете, вы знаете, вот в завершении, вот я сейчас чувствую себя, как Михаил Швыдкой, культурная революция. Миша, привет. Я знаю, что ты меня смотришь сейчас. И он как бы вот завершая вот все эти эфиры, вот какую-то умную мысль говорил. И каждый раз я смотрел с подвохом и думал, ну, что вот интересного произойдет сейчас, что он скажет. Вот. И каждый раз я не разочаровался. Говоря о том, что я сейчас произнесу эту теорию, это не любовь. Какая это любовь? Это влюбленность. Люди, когда любят, они не расстаются через три года. Они в 75 лет за руку держатся. Меньшинство таких. Меньшинство. 10%. Один. Статистика примерно такая. 70% разводятся там через какое-то время после свадьбы, 30% мучаются всю жизнь, и из них только один процент счастливый. Ну что ж, не будем мучиться, а может быть, просто сменим другую парадигму и поймем это все несколько иначе. Эта история, к сожалению, не описана в Библии, но изучая все вот эти исторические факты, мне это было интересно. Есть такой момент, как-то Иисус Христос проходил мимо дома Марии Магдалины, один, без спутников, сел под тенью дерева, отдыхает, она увидела его из окна, а часто женщины путают святость с сексуальностью. Думают, ой, какой он сексуальный, а он просто святой. Говорит, этот паренек не нравится, говорит она своим слугам, и пусть они его позовут ко мне. Они подходят и говорят, наша госпожа зовет тебя к себе домой, пойдем отдохнешь. Он говорит, нет, мне нормально, в тени дерева сижу, отдыхаю, никого не трогаю, все ништяк. Не поняла, говорит она, когда слуги донесли эту информацию. Выходит сама и говорит, послушай, меня многие знают, меня многие любят, я тебя приглашаю к себе. Отвечает, те, кто тебя знают, за что ты не знаешь.